Таши Дилек. С вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас 22 сентября 2020 года. Мы находимся в Беларуси, в городе Минск. И я наконец-то приступаю к чтению книги мёртвых. Барда Тхёдл. Что-то долговато я так к этому шла, но наконец-то пришла. Все звёзды сошлись, всё у меня есть. В принципе, что можно было тут организовать? Буду записывать на камеру. Ещё раз хотелось бы сказать, это непрофессиональная начитка будет книги. Если кто-то хочет послушать более профессионально, я не знаю, как у меня получится, конечно, то на ютубе, пожалуйста, можно найти. Я сама слушаю, включаю сейчас на ночь. Очень мне нравится. Причём в разных вариантах. И книга будет записана с комментариями. Если будет какой-то такой запрос начитать без комментариев, можно будет попробовать. Но попозже сейчас буду, да, с комментариями. Вот так выглядит обложка книги. Тибетская книга мёртвых. С комментарием Франчески Фриманто. Фриманто и Чогьяма Тронгпы. Ну, всё это я буду озвучивать. Просто если кому интересно, то вот так вот выключит. И ещё раз хотелось бы повторить, как я уже упоминала, что эта информация, она в принципе не для всех. Но тот, кому эта информация нужна, он её обнаружит, он её услышит, эту информацию, и к этой информации прислушается. Все остальные просто пройдут мимо или вообще ничего не поймут. В этом весь прикол, скажем так, просто вот такой информации. Потому что, ну да, вот кто готов к такой информации, она к нему и приходит. И всё, лично я считаю, приходит именно в нужный момент. И в нужный момент уходит. Значит, книга, я считаю, очень-очень нужная и конкретно для живых, чтобы нам всем быть готовыми находиться, скажем так, в осознанном состоянии, а не убегать или там прятаться от чего бы то ни было. Но я думаю, мы с вами будем вместе изучать эту книгу вот сейчас, читать, прослушивать. Я собираюсь записывать небольшими кусочками. Можно было бы, конечно, записать всё целиком, но это именно, ну такая, очень большой объём работы понадобился бы. А так я могу каждый вечер посвящать этому занятию около 20 минут, получаса. И постепенно мы всю книгу с вами и прочитаем. Плюс всё-таки, мне кажется, если частями, то это, может быть, не так напряжно для мозга, именно само восприятие. Я не знаю, как получится именно по главам или там ещё как-нибудь. Будем в потоке, да, экспромтом тут всё, в общем, это постигать. Вот такие вот у меня небольшие, скажем так, небольшое вступительное слово. Ну и поехали на наш первый день. Итак, желаю вам приятного прослушивания. Надеюсь, у меня всё получится. Буду стараться зачитывать качественно, с интонациями, с выражением. Ну да, надеюсь, что у меня всё получится. Просто, что я хотела сказать, да, если что, я постараюсь помонтировать уже в крайнем случае, если там будет совсем не то, что надо. Да, немножко волнуюсь, потому что это мой первый опыт такой. Я читала только для Лены вслух, а именно чтобы для большого количества людей тогда немного волнительно. Ну ничего, я справлюсь. Я сильная, всё будет хорошо. Всё, приступаем. Тибетская книга мёртвых с комментариями Франчески Фримантал и Чогьяма Трунгпы. Посвящается его святейшеству XVI Геалве Кармапи Рангджунгу Рикпе Дордже. Предисловие. Барда Тхёдалл – это один из сборников поучений о шести типах освобождения посредством слушания, видения, припоминания, ношения на теле священных образов, а также освобождения, которое достигается через ощущение вкуса и осязания. Эти поучения были составлены Падмасамбхавы и записаны его супругой Ешетсу Гьяу вместе с Адханой двух мандал – 42 мирных и 58 дневных божеств. Падмасамбхава спрятал эти тексты на горе Гампудар в Центральном Тибете, где впоследствии великий учитель Гампопа основал монастырь. Подобным образом в то или иное время в разных местах Тибета были спрятаны многие другие тексты и священные предметы. Их называют термами, то есть сокровищами. 25-ти самым способным своим ученикам Падмасамбхава передал особую силу, позволяющую обнаруживать термы. Тексты Бартут Хёдл обнаружил Карма Линкпа, который был воплощением одного из этих учеников. Говоря об освобождении, которое дает изучение текстов Бартут Хёдл, мы имеем в виду следующее. Любой человек, входящий в соприкосновение с этим учением, даже если его ум не открыт и подвержен сомнениям, получит внезапную вспышку просветления благодаря силе передачи, которая заключена в этих сокровищах-термах. Карма Линкпа принадлежал к традиции Нингама, хотя все его ученики следовали традиции Кагью. Карма Линкпа передал шесть учений об освобождении Дудьюлу Доджи, тринадцатому Кармапе, а он, в свою очередь, передал их восьмому Трунгпе Гюрмэ Тинпелу. Эта передача непрерывно сохранялась в монастырях линии Трунгпа, а уже оттуда снова вернулась в традицию Нингма. Изучающий это учение практикует чтение садханы и изучает тексты, чтобы полностью освоить обе мандалы, как часть своего личного опыта. Я получил передачу этого учения в возрасте восьми лет и занимался с наставниками, которые учили меня тому, как обращаться с умирающими. С тех пор я около четырех раз в неделю регулярно посещаю умирающих или умерших. Находиться в постоянном контакте со смертью и наблюдать за процессом умирания, особенно когда умирают ваши родственники или близкие друзья, чрезвычайно важно для тех, кто изучает эту традицию. Ибо так представление о непостоянстве становится частью живого опыта, а не отвлеченным философским знанием. Эта книга представляет собой еще одну попытку донести древнее тибетское учение до людей Запада. Я надеюсь, что в скором времени будет выполнен также перевод садханы, чтобы традиция Барда Тхёда продолжалась надлежащим образом и во всей полноте. Чогъям Трунгпа Ринпоче Введение Так получилось, что текст этого введения был написан в Секиме, в монастыре Румтек, который возвышается над долиной Гангток. Именно здесь, полвека назад, лама Кази Дава Сампдуп сделал свой перевод Барда Тхёдл на английский язык, а Эванс Венс выпустил в свет первое издание этой книги. Есть и еще одно совпадение. Публикацией нового перевода открывается серия книг, посвященных Эвансу Венцу. Поскольку издание Эванса Венца и ламы Кази Дава Сампдупа получило широкую известность и стало причиной повышенного интереса к буддизму, может возникнуть вопрос, зачем нужен еще один перевод. Отчасти на него отвечает сам Эванс Венс в своем введении, отмечая, что их совместная работа призвана лишь проложить новый путь для будущих исследований. С тех пор, особенно после вынужденного бегства из Тибета многих лам, значительно вырос не только объем сведений о тибетском буддизме, но и интерес к нему. Тибетский буддизм давно уже перестал быть предметом чисто академических исследований и сделался живой традицией, которая в наши дни все глубже укореняется на Западе. В силу этого стало возможным подойти к переводу Барду Тхёдл по-новому, делая акцент на практическом применении текста и передавая присущий ему дух непосредственности и жизненной силы. Летом 1971 года Чогьям Трункапаоринпоче устроил для членов общины созерцательной жизни «Хвост тигра» в Вермонте семинар, посвященный Тибетской книге мертвых. Прочитанные им лекции впоследствии вошли в нашу книгу в качестве комментария к новому переводу. В ходе семинара он использовал тибетский оригинал, тогда как его участники пользовались созданием Эван Савенца. И поскольку в связи с особенностями и стилем этого переводного текста у слушателей постоянно возникали вопросы, то было принято решение сделать новый перевод. За основу было взято современное издание на тибетском языке, опубликованное Кал Сангом в Аранасии 1965 год, а также три ксилографии. Благодаря последним были исправлены некоторые незначительные погрешности, а также восстановлены пропуски, хотя во всех существенных пунктах учения эти четыре источника не противоречат друг другу. Тем более странным показался нам тот факт, что обнаружились значительные расхождения с первым переводом на английский язык. Не углубляясь средизмерно в детали, укажем несколько примеров подобных несоответствий. В нескольких случаях Кази Давасом Дуб сознательно отходил от оригинального текста, поскольку полагал, что в него вкрались ошибки. Редактор в своих примечаниях приводит тибетский оригинал, которым пользовался переводчик, одну рукопись и одну ксилографию, и поясняет, что тот нашел в тексте ряд неточностей и ошибок. Большую часть исправлений переводчик сделал для того, чтобы упоминания о различных божествах, символических проявлениях цвета и прочее соответствовали реалиям, известным из других тибетских текстов. Приведем наиболее характерные примеры подобных исправлений. Ссылаемся на издание 1960 года Oxford University Press. На странице 95 примечание 3. Женский род имени Кунту Зангмо Саманта Пхадри изменен на форму мужского рода Кунту Зангпо Саманта Пхадра. И это исправление встречается дважды. Однако в данном отрывке подразумевается символическое соединение мужского и женского аспектов ума. Поскольку в примечании к тексту на это указывает сам Эван Свенс, непонятно, каким образом либо он, либо переводчик могли заподозрить в оригинале ошибку. На странице 106 и 109 переводчик поменял местами слова «материя» в нашем переводе «форма» и «сознание», в результате чего об их проявлении говорится в описаниях второго и третьего дня. Тогда как в селографии совсем другой порядок. Точно так же на странице 108-111 переводчик поменял местами имена Будда, Лачаны и Мамаки. На странице 114 описание четвертого дня свет сферы предголодных духов назван красным, а на странице 117, пятый день, свет сферы асуров, завистливых богов, зеленым. Тогда как в нашем переводе указаны иные цвета желтый и красный, цвета, характеризующие 6 лог. Сфер существования вновь встречаются на странице 124 и 174, где Эванс Венс приводит тибетский текст и отмечают, что переводчик изменил их порядок, чтобы они соответствовали цветам, упоминаемых Будд. Буддийскую иконографию нельзя назвать абсолютно последовательной. Явные несоответствия имеют место довольно часто, причем всегда на это есть определенная причина. поскольку во всех указанных случаях наши четыре текста согласуются к стилографии Эванса Венца, а в большинстве случаев также с его рукописью, то такое единообразие с большей долей вероятности свидетельствует о выборе правильной версии текста. Что касается прочих расхождений между двумя переводами Барда Тхюдал, то они связаны с различной тракторовкой специфически буддийской терминологии. Первые буддийские тексты, записанные на санскрите или пали, языке, производном от санскрита, стали переводить на тибетский, начиная с VII века. В тот период тибетский язык еще не испытал влияние высокоразвитой систематической мысли, поэтому приспособить его к переводу буддийских текстов можно было без особых затруднений. Для передачи буддийских учений специально была выработана новая философская терминология. Совершенно иная ситуация возникает, когда буддийские тексты приходится переводить на современные европейские языки. Западная мысль, в отличие от восточной, развивалась совсем иными путями, и когда мы выбираем английское слово из лексикона философии и религии, то оно неизбежно содержит ряд коннотаций, которые могут оказаться совершенно чуждыми основополагающим принципам буддизма. И наоборот, полный набор значений, присущих санскритскому слову, невозможно соотнести с каким-либо одним английским словом. В таких случаях английский эквивалент потребует столько же пояснений, сколько и соответствующее ему слово на санскрите, которое, помимо всего прочего, имеет важное преимущество над первым, ибо в сознании читателя свободно от всевозможных обманчивых ассоциаций. По этой причине некоторые термины остались без перевода и даны на санскрите, хотя тексты Бардут Хёдал были записаны на тибетском языке. Имена божеств также приводятся на санскрите, поскольку в этой форме они встречаются гораздо чаще, и читателю будет легче найти их в других источниках. Тибетские переводчики широко использовали подобный метод замены, хотя в данном тексте он проведен недостаточно строго. В связи с этим может показаться непоследовательным использование в тексте перевода двух тибетских слов «барда» и «едам». Но эти слова достаточно легки для чтения и стали вполне привычными для тех, кто изучает буддизм и будут главными читателями этой книги. Один из возможных переводческих эквивалентов слова «барда» – промежуточное состояние. Производит впечатление слишком громоздкого, когда часто встречается в тексте. То же самое можно сказать о санскритском термине «антарабхава», который к тому же незнаком читателю, ибо учение это возникло в Тибете, а не в Индии. Что же касается термина «едам», то в тибетском буддизме он имеет несколько иные коннотации, нежели «иштадевата» – личное божество в индуизме. Термин «едам» передавали как «божество-защитник», хотя этот вариант больше подходит для описания Дхармапалы или охраняющего божества. Но подобные варианты передают представление о внешнем существе, тогда как на самом деле понятие «едам» имеет сугубо внутренний психологический смысл. «Едам» – это выражение фундаментальной природы практикующего. Ее визуализируют как божественную форму, чтобы соединиться с ней и полностью выразить ее потенциальность. Интересно отметить, что некоторые понятия, которые лучше всего передают учения буддизма, входят в лексикон современной западной психологии, поскольку основополагающие установки некоторых ее школ оказываются гораздо ближе к буддизму, чем традиции нашей философии и религии. Так, например, понятия «греха» неизбежно связываются в нашем сознании с первородным грехом, виной и наказанием, которым просто нет места в большей части учения Востока. Буддизм же ищет основную причину греха и страдания и обнаруживает, что она заключена в вере в «я» или «эго» как центр существования личности. Причина этой веры неврожденная греховность, а невежество, незнание нашей подлинной природы. Из-за ложного представления о «я» как центре личности мы воспринимаем жизнь в искаженной перспективе и не можем познавать мир таким, каков он и есть в действительности. Вот что подразумевает учение буддизма, говоря о нереальности мира. Исправить это искажение можно путем избавления от иллюзии, интуитивно постигая пустоту как отсутствие того, что ложно. От пустоты неотделима ясность присутствие того, что истинно. Фундаментальная реальность, в которой вершится игра жизни. Такие понятия, как обусловленность, невротические клише мышления и бессознательное влияние выглядят в нашей книге более уместными, чем общепринятые религиозные термины. Термины невроз и паранойя, встречающиеся в комментарии, описывают не патологические состояния, а естественные последствия основополагающей установки нашего ума. Термин проекция характеризует способ нашего видения вещей, выскаженной перспективы наших ожиданий и установок. С помощью этого термина, помогающего преодолеть различения между субъективным и объективным, мы передаем тибетское слово «снанг», основное значение которого «свет» или «видимость», Кази Дава Самду переводил «снанг» как «мыслеформа» или «видение». Здесь уместно привести краткий очерк буддийской психологии, который может быть полезным в качестве основы для подробных разъяснений данных комментариев. В буддизме эволюция эго-центрированного состояния анализируется в системе пяти скантх. Буквальное значение слова «скантха» «груда», «куча» или «группа», «собрание», но гораздо лучше его смысл передает выражение «психологический компонент». Первый компонент – форма, группа, начало индивидуальности и отдельного существования, а также разделение опыта на субъект и объект. Форма порождает простое «я», которое осознает внешний мир. Как только это происходит, «я» начинает реагировать на свое окружение. Это вторая стадия эволюции и второй компонент – ощущение, видана. Здесь еще нет полностью развитой эмоции, а есть только инстинктивное принятие, неприятие или безразличие. Но как только централизованная сущность утверждает себя, реагируя не только пассивно, но и активно, состояние ее точность тотчас усложняется. Это третья стадия восприятия – «самджня». В самом широком смысле «я» осознает стимул и автоматически на него отвечает. Четвертый компонент – понятие «санскара», то есть следующее за восприятием интеллектуальная и эмоциональная деятельность по интерпретации. Благодаря ей разрозненные элементы восприятия складываются в предметы, а также выстраиваются устойчивые клише личности и карма. И, наконец, пятый компонент сознания – «виджняна» объединяет все элементы чувственного восприятия и деятельность ума. Теперь «я» становится завершенной и самодавляющей Вселенной. Вместо того, чтобы непосредственно воспринимать мир таким, каков он есть, на самом деле «я» проецирует на него свои собственные образы. Основополагающее учение, которое содержится в этой книге, ведет к признанию этих проекций и растворению чувств «я» в свете реальности. Когда этот результат достигнут, все пять психологических компонентов помраченного или непросветленного состояния ума сами становятся факторами просветления. Они преображаются в свои трансцендентные или очищенные формы, которые проявляются в течение первых пяти дней Барда Дхарматы. В процессе переживания этих видений проявляются также шесть сверхсуществования, которые представляют собой шесть основных состояний помраченного ума, подробно рассмотренных в комментарии. Каждый из них проявляется вместе со своей альтернативой, которая указывает на возможность отказа от той или иной формы привязанности. Вместо того, чтобы цепляться за мнимую безопасность централизованной сущности, можно раствориться в соответствующем проявлении мудрости. Эти мудрости – суть мандалы пяти Татхагат. Буквально Татхагата означает «так ушедший» или «так пришедший», что можно передать парафразам «ставший единым сущностью того, что есть». Этот термин – синоним слов Будда – пробужденный и Джина – победивший. Пять Татхагат – это пять основных способов, которыми проявляется энергия природы Будды, полностью пробужденного сознания. Качество, которое они воплощают, суть пяти мудростей. Но в сансаре, то есть в том мире или в том состоянии сознания, в котором мы живем, эти энергии проявляются как пять ядов или пять помраченных эмоций. У всего в этом мире, у живых существ, мест, событий и прочего, налицо тот или иное преобладающее свойство, которое связывает данную вещь с одним из пяти проявлений энергии. В связи с этим возникает понятие пяти родов. Первый из пяти Татхагат, занимающий в Мандале центральное место – Вайрачана. Он олицетворяет яд помрачения или преднамеренного невежества, которое становится источником всех прочих ядов. Но он же выступает и в качестве мудрости Тхарматхату, безграничного, всеобъемлющего пространства, в котором все существует таким, каково оно на самом деле. Это прямая противоположность невежества. Поскольку Вайрачана, первый среди Будд, занимающий центральное положение в Мандале, его род называют просто Татхагата или Будда. И это имя опять-таки указывает на полную противоположность невежеству. Второй Татхагата, Акшопья, располагается в восточной части Мандала. Восток в индуистской традиции соответствует нижней части изображения. Однако в некоторых текстах Акшопья помещается в центре, а Вайрачана на востоке. И атрибуты их часто меняются местами. Так обоим становятся в соответствии два цвета – белый и синий. Поэтому в построении Мандала нередко наблюдается явное расхождение. Акшопья – владыка рода Ваджра, преображающего яд агрессивности или ненависти. В результате преображения этот яд становится мудростью, подобной зеркалу, которое безмятежно и безо всякой критичной оценки отражает все вещи. Южную часть Мандала она располагается слева, занимает Ратна Самбхава, плодыка рода Ратна. Слово Ратна означает драгоценность, а в данном контексте чудесный драгоценный камень, исполняющий желание. Яд этого рода – гордыня, обусловленная обладанием, богатством того или иного рода. Его противоположность, мудрость – все уравнивающего спокойствия и невозмутимости. В верхней части Мандала на западе располагается Амитабха, владыка рода Падма, лотоса, символизирующего страсть и алчное желание обладания. Мудрость, преображающая этот яд, проницательность, которая обеспечивает безразличие и отстраненность, позволяющая преобразить страсть состраданием. И, наконец, справа, в северной части Мандала находится Амога-ситхи, владыка рода Карма. Слово «карма» означает действие, символы которого – меч и двойная ваджра. Яд, связанный с родом карма – зависть, возникающая из ненасытного честолюбия, а просветленная противоположность зависти – мудрость, свершающая любое действие. Пять хатхагат обладают и многими другими атрибутами, описанными и разъясненными в комментарии. Хатхагаты появляются в сопровождении своих женских аспектов, супруг и эманаций бодхисаттв. Если Будда воплощает трансцендентное качество просветления, существующее за пределами текучего потока жизни, то принцип бодхисаттв означает принятие на себя обязательства содействовать благу всех живых существ. Бодхисаттв можно рассматривать как активные аспекты пяти пати мудрости. А женская энергия несет в себе плодовитость, способствующую наиболее полному проявлению тхагат и придающая им завершенность. Эти и все прочие божества, которые фигурируют в книге, могут быть охарактеризованы как различные выражения мира в свете реальности. Они воплощают собой различные проявления энергии, которые мы переживаем на опыте как физическое, ментальное и эмоциональное существование во всей его полноте. Хоть мы обычно и не воспринимаем свою жизнь как проявления различных энергий, они тем не менее воздействуют на нас постоянно. Трюнк Парин Поче в своем комментарии переводит соответствующий термин на более понятный нам язык. Называйте пять энергий эмоциями, качествами, средой, образом жизни и действиями и событиями. Хотя эта книга как будто предназначена для мертвых, фактически она написана для живых. Даже Будда отказывался говорить о том, что произойдет после смерти, поскольку обсуждение подобных вопросов никак не содействует поиску реальности здесь и сейчас. Однако учения о перевоплощении шести видах существования и промежуточном состоянии Барда во многом тесно связаны с этой жизнью, независимо от того, найдут ли они применение также после смерти. Не случайно так часто подчеркивается, что чтение Барда Тхиодал умершему призвано напомнить ему о практиках, которыми он занимался в течение жизни. Но сверх того, книга мертвых может показать нам, как следует жить. Франческо Фриманто.